Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро и мы отправляемся в банк. У нас сегодня будет новая работа, у нас сегодня будет даже и тачка и я буду развозить деньги. Да, друзья, я буду работать инкассатором и сегодня будем развозить много денег, миллионы и я надеюсь скоро верну свой значок полиции и будем арестовывать самых опасных преступников у Лос-Сантоса. Ох, мы их накажем. Погнали в банк, получим оружие, получим напарника и конечно же крутую бронетачку, на которой можно развозить много денег и не бояться свою жизнь, потому что она брони. И на нас будет конечно еще бронежилет. Это работа для бога, о май га. Эта тачка просто создана для райских наслаждений. Да черт возьми, просто реально крутая тачка, это бронетачка и на ней можно развозить чертовски много денег. Я уже обожаю эту работу, потому что я буду находиться в целости и сохранности в этой машине и меня никто не убьет. Что и нужно для этой работы, потому что прошлый конечно налет на этот банк пришелся печально для всех сотрудников полиции и конечно же всей охраны. И ребята вижу тут укрепились, довольно поставили побольше охраны, ребята с автоматом и довольно серьезно. Хорошо, мы переоденемся, возьмем оружие, возьмем напарника и отправляемся в другой банк. Взяли парочку миллионов, поменяли униформу и взяли напарника. И сегодня нам выдали из оружия. У нас есть шокер, у нас есть пистолет, у нас есть дробовик и конечно полицейская дубинка. Если будут какие-то негодяи, мы сможем отбиться, отстреляться и конечно спасти деньги. Деньги банка это очень важно. Напарник поскорей, я сегодня буду за рулем, за этим броневиком мне хочется ощутить эту мощь. Это 3 тонны мощи, я даже не знаю сколько там лошадиных сил. Это реально монстры, это зверюга и наша жизнь будет полностью в безопасности. Напарник поскорей, деньги ждут. Время, деньги, как говорится. Так, у кишки он сел, посмотрим уже внутри как у нас смотрится. Из кабины довольно тут уютно, просторно. Ну что, отправляемся в другой город, у нас есть другой пригород и нужно доставить туда парочку миллионов. А есть о чем, друзья, поговорить. У нас, обалдеть, сколько эмоций и сколько зрелища. Конечно же, на дня купил себе пловечку четвертую и вы не поверите. Это очень редкость, но все-таки я ее взял. Это редкость с версии 4.55. Нет, я взял с версии 4.25 и... Ну, смог ее, конечно, прошить. И вы скажете, зачем нужна мне взломанная пловечка четвертая в 2018 году? Конечно же, для эксклюзивов, друзья. Это реально круто. Я просто засел на неделю-полторы, это точно. Есть интересные эксклюзивчики, есть интересные, чтобы поиграть. И, конечно, друзья, с вами буду проходить. Уже настроил запись, все прекрасно идет, все хорошо. И скоро будет прохождение от пловечки четвертой. С прошивкой 4.55. Обалдеть. Это реально круто. Если вам круто, нравится, напишите в комментариях. И сразу скажу, что я купил не у барыг, я купил у обычного человека, который даже не знал, какая у него прошивка. Точно вообще ничего не разбирается, интернета дома у него нету. Да, и такое тоже бывает в 21 веке. Дома нет интернета. И мне повезло взять прошивку 4.25, если не ошибаюсь, память моя. Но я сделал 4.55 и спокойно могу запускать любые игры. Поменял жесткий диск на 1 терабайт и просто 20 шикарных игрушек идут на пловечки четвертой. Без проблем, но, конечно, нет онлайна. Это не беда, потому что пловечка нужна мне только для эксклюзивов и только чтобы посмотреть, на что она способна и какие там есть игры. На что способны игры, конечно же, мы уже прекрасно все знаем. И осталось буквально что-то ехать 20... Нет, 2 километра еще. 22 километра еще ехать. Но мы еще поговорим, конечно. И я думаю, какой-нибудь запустить стримчик, возможно, уже с пловечки четвертой. Да, это тоже возможно, через карту захвата можно это сделать и просто с вами пообщаться. Потому что я соскучился, потому что я давненько не делал роликов. Все есть, конечно, на это причины, но я реально очень скучал по вам, друзья. Мы приближаемся к нашему банку, надеюсь, будет все нормально и все будет пучком. Мы приехали первому банку и пора отнести парочку миллионов в сейф. Напарник, бери деньги, а я пойду к сейфу и не забудь, друзья, подписаться на канал обязательно. Давай поспеши, напарник, есть еще парочку банков на сегодня. Черт возьми, там походу размазали кассиршу по полу. Напарник в оружие. Это походу ограбление банка и нужно брать этого мерзавца. У него есть оружие. Бросай оружие и руки в гору. Черт возьми, как же чертовски тут сильно размазали. Обалдеть. Напарник, прикрой меня, держи его на мушке, я буду его арестовывать. Одевать наручники и вызвать бум местного шерифа. Детка, тебе чертовски не повезло сегодня. Так, у кишки одеваем наручники и поставим на колени и нужно проверить обязательно сейф. Держи его на мушке, я проверю сейф. Так, поставлю на колени. На колени, я сказал. Преступник на коленях и нужно проверить сейф обязательно. Там есть еще пара очков грабителя. Так, держи его на мушке, я возьму другого. Бросай оружие и сдавайся, по-хорошему. Нет, походу не ходит по-хорошему. Придется все-таки применить силу уже. Так, один труп уже. Один труп, проверим сейф. Что происходит? Черт возьми, там походу подмога. Напарник в укрытие. Мне нужно проверить сейф обязательно и потом, конечно, будет перестрелка. Так, сейф чистый. Бросай оружие. Черт возьми, я предупреждал дважды. Готов. Тай, сейф у нас чистый и нужна подмога. Напарник в укрытие. Я вызываю местного шерифа, чтоб нам помог. Так, один готов. Прям в живот. Нет, еще живой. Ух ты, да. Чувак, это больно. Он готов, пока у нас осталось парочку еще. Так, вызываем местного шерифа, пускай приезжает и помогает. Да, чувак, это больно. Напарник, держи в укрытие. Держись в укрытие, я все сделаю сам. Так, он готов. Остался еще один, я не вижу, где он. Так, приехал шериф. О, кишки, сейчас будет перестрелка. Нужно маленько помочь. Так, я не вижу. Сидим, пока в укрытие и ждем, пока местный шериф будет перестреливаться. И, конечно, арестовывать. О, я вижу, я вижу его. Нет, ух ты, темп. Там слишком жарко, походу. Так, его взяли, его можно, на принципе, добить уже. Местный шериф, походу, с этим делом справился. Обалдеть, у него автомат даже. Я не могу даже помочь ничем. Не, походу, все-таки его обезвредили. Обалдеть. Местный шериф реально крутой. Нет, еще живучий какой, гад. Напарник в укрытие пока что. Сейчас разборка будет. Сейчас выйдем и разберемся уже до конца. Обалдеть, какой он живучий. Он уже чертовски сильно ранен и все-таки перестреливается. Так, ждем, ждем еще. Еще ждем. Ждем подмоги. Походу, готов уже. Обалдеть, сколько здесь крови. Одного мы взяли живьем и, конечно, уничтожили мы четверых или пятерых даже. Где наш местный шериф? Он, походу, живой. Да, живой заходит к нам. Все в порядке, все по протоколу. Мы должны были сидеть именно в банке и ждать подмоги. Что мы и делали. Обалдеть, вызываем, конечно, скорую помощь. Трупов очень много и ребятам есть работенка. Ребята, забирайте своего преступника и судите его по закону. Мы доставили деньги, все в порядке. Сколько трупов? Да, здесь три трупа и еще у нас в банке два трупа. Пять трупов, приехала скорая помощь и будут с этим делом разбираться. Напарник, пойдем со мной. У нас есть еще сегодня парочку банков и, конечно, нужно довести деньги до банка. Обалдеть, сколько здесь трупов. Мы отнесли деньги и, конечно, отправляемся в другой банк. Ребята, у вас работы будет очень много. Да, детка, тебе сегодня не повезло. Кассиршу просто размазали попу. Ребята просто отдыхает сегодня. Все по закону и все по справедливости. Что, ребята, уже не спасти, походу? Здесь тоже трупы. Вижу, у нас преступника отводят уже в машину, а мы с напарником отправляемся в другой банк. Давай-ка за мной и поторопись. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Мы очень много лет. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok